Если мы будем мешать на всех жителей района возложить за каждый день простое стройки денежную сумму определенную. Мы будем собираться еще большей компанией и так далее и тому подобное. Мы не смеемся со стройкой. Председатель стройчика сказал, что при любом раскладе дом будет стоять. Мы против стройки! Мы против стройки! Упадаемые соседи, жители нашего района, мы собрались для того, чтобы показать, что вместе мы команда, вместе мы сила. То, что мы считаться со стройкой не будем, то, что мы никто не успокоится, то, что мы пойдем в суд и то, что мы будем писать президенту, то, что мы будем собираться еще большей компанией и так далее и тому подобное. Мы не смеемся со стройкой и мы не будем с ней мириться и считаться. Мы люди и мы хотим свое место под солнцем. Мы не смеемся со стройкой и мы будем воевать дальше. Если будут мне угрожать далее прокуратурой, я этого не боюсь. Я ничего не делаю такого. Я хочу просто место под солнцем и своей квартире солнечный свет. А скажите, а что вам обещал застройщик, когда вы покупали квартиру? Нам застройщик обещал парковочное место, озеленение, где озеро. Нам будет облагорожена территория. Застройщик сядет из застройщик регион строя, обещал, что они сообщат, нам сделают озеленение. У нас будет прекрасное место. Мы будем отдыхать, выходить. У нас будет все прекрасно. Здесь у нас будет либо детская площадка, либо парковочка. Это было под вопросом. Была задача убрать дом. Здесь стоял дом, недостроенный коттедж. Якобы он мешал всему остальному, чтобы застройщик нам помог для того, чтобы мы жили комфортно. Мы заселились. Зеленая зона нет никакой. Сиада сделала небольшую площадочку детскую, но и здесь клочок маленький чего-то есть. Более нам они не дали ничего. Нас обманули. А когда вы узнали, что будут строить у вас? За неделю назад. Неделю назад. Просто приехали люди, ничего нам не объясняя, поставили дом. Регион строя эту землю выкупил. Здесь стоял коттедж. Его пытались выкупить за определенную сумму денег, по-моему, за 6 миллионов. Его не согласны были покупать. Сиада предложила 500 тысяч рублей. Они отказались. Собственники коттеджа отказались продавать. Итог. Регион строя выкупил его за 3 миллиона рублей, никому не сказав. Землю сменило назначение земельного участка ИЖС на постройку высотного дома. Итог. Это все было за год ими сделано. И результат у нас пытается строить новый дом. Пихнуть дом между двумя домами. То есть, если встанет дом, дом встанет. У нас будет от окна до их стены 15 метров. А как вы думаете, каким образом они согласовали на такой проект? То есть, как это у них будет? У них прошла экспертиза независимая. То есть, экспертизу экспертов мы этих не знаем. Экспертиза независимая это бизнес ничего личного, но не более того. Более я не могу говорить, как они получили разрешение. Ну, у вас, я так понимаю, настрой у жителей серьезный. Серьезный. Это как бы должны увидеть и власти, и это достройки. Мы пойдем до конца. Нам ничего не страшно. У нас уже забрали. Что нам бояться теперь дальше? У нас забрали комфорт, уют. То есть, нам терять нечего уже. Если у нас встанет кран, большой кран будет кататься перед нашими окнами. Если он упадет раз, если упадет в крана что-то два. Если что-то случится, то три. Как мы будем жить? То есть, мы не можем ходить под окнами своего дома. Это может упасть на людей элементарно просто, которые будут гулять по дворе. Представитель застройщика сказал, что при любом раскладе дом будет стоять. Если мы будем мешать на всех жителей района, возложат за каждый день простое стройки денежную сумму определенную. То есть, все угрожали. Ну, естественно, да. Это есть на видео. У нас есть видео это. Вам прям конкретно в соцчетях, пожалуйста, смотрите. То есть, приезжал Воробьев на встречу к нам же. Воробьев сказал, что получили разрешение незаконно. Ссылаясь на экспертизу. Он ничего не понимает, что здесь строить нельзя. Он сказал, что они прошли экспертизу негосударственную. И они ничто сделать не могут. А государственную нельзя назначить? Нет, потому что это не бюджетное финансирование. Государственная экспертиза может назначить только суд. Да, это не бюджетное финансирование. Они строят свои деньги. Поэтому это не государственная экспертиза. Это не строить государство. Ну, то есть, у вас настроек пойти дальше в суд, да? Конечно. Конечно. И блокировать данное строительство, чтобы оно не проползалось. Легальность этого строительства. Потому что мы теряем все, получается. Каждый человек этого дома теряет квартиру, можно так сказать. Я сейчас квартиру тупо не могу продать. Вот в чем отличается суть. И каждый житель этого дома, районный, не сможет ее продать. Потому что стройка будет в течение двух лет. Им просто страшно жить в доме, в доме, в доме, в области. Дети инвалиды, дети играют. И что-то в котлован свалиться кто-то может, это однозначно. Даже если будет это так, рождено просто, элементарно. У нас надежда на счете очень большая, что люди должны знать, в какую ситуацию мы попали. У нас плитка, о чем вы говорите, вся вздувается. У нас усадка происходит дома. А сейчас вибрации начнутся. Мы просто развалим. Они будут рыть котлован не рядом с 9-ти, хотя бы 10-ти этажным домом. 25 этаж. Это дом, самый дом высокий в Варнауле. Самый высокий. Гарантия 15 метров. Мы никого ничего не докажем. На плечи собственников ляжут. Вот смысл того, вот там проблемы. Застройщик обманул, обещаю вам здесь отличную зону. Обманули. 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 Да, да. Нас обманули. Но потом все быстренько это подмяли, продали, выкупили. Первый обманул Соболев, конечно, нас. А вас до нас еще обманул регион строя. Да, нас регион строя обманул. Спасибо вам большое. Вас, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok